Друзья, всех приветствую на своем канале. Сразу не забывайте поддерживать лайками, не забывайте поддерживать комментариями и подпиской. Это ведь еще и повод принять участие в розыгрыше на 150 долларов. Сейчас у нас биткоин с вами показывает довольно неплохие нисходящие движения. Вроде ходим по уровням и здесь есть довольно важные моменты, на которые я хотел бы обратить ваше внимание. Но ситуация, конечно, для многих на самом деле сейчас ссыкотная. И я могу объяснить почему. Просто потому, что сейчас присутствует некая определенность. Сейчас есть как формация за то, что мы с вами пойдем ниже 40 тысяч долларов, так и предпосылки к тому, что мы будем отталкиваться. Разумеется, все вероятности разберем на графике в этом выпуске. Также, соответственно, сегодня затронем ситуацию по Реплу, также затронем ситуацию по Эфириуму, Доги Коин. И давайте быстренько про Шибу поговорим, потому что там тоже интересная ситуация. Относительно моего предыдущего прогноза, уже в кои-то веки, за сколько, я не знаю, недель, месяцев, все-таки пошли против вероятности. Я все-таки ожидал, что мы 44 тысячи будем пробивать. Нет, мы отбились от этого уровня. Ну, как я обозначал в предыдущем выпуске, то, что мы будем отбиваться ниже. Но я думал, что эта отработка, она ограничится уровнем 42 тысяч долларов. Мы оставимся в канале и потихонечку будем поджимать уровень сопротивления. Нет, мы сейчас прошли поддержку и, соответственно, показываем довольно важные моменты, на которые стоит обращать внимание и которые мы сейчас с вами разберем. Лайки, подписки, добро пожаловать на график, мы с вами начинаем. Итак, разбор ситуации, начнем с вами с биткоина. Первое, на что я хотел бы обратить внимание, давайте выходить на мелкие таймфреймы. Очень сильный откуп 40 тысяч. Действительно, волатильность здесь повышена, здесь действительно есть агрессивные покупатели, несмотря на то, что актив продавливает. Честно говоря, я здесь больше от объемов и отталкиваюсь. И, честно говоря, я думаю, что уровень 40 тысяч должны удержать. Но слишком уж агрессивно его откупают. Хотя, в принципе, предпосылки к тому, что мы идем на 37, они тут тоже присутствуют. Но в моем представлении ситуация, которую мы наблюдаем, она следующая. Смотрите, выходим на часовые таймфреймы. Мы с вами вплотную поджимали 44 тысячи. Здесь большое количество лонгов набиралось. Действительно, большое количество и аналитиков, да и, в принципе, трейдеров были настроены в сторону лонг-позиции. Разумеется, здесь набрано было большое количество лонг-позиций. И в моем представлении это вынос по стопам. Я думаю, что здесь удержат ключевой уровень. И в последующем это все дело будет откуплено. По крайней мере, в моем представлении вероятность на это выше. Здесь логичнее то, что выносятся стопы. Да, здесь можно было бы рассмотреть, что будут еще выноситься стопы на 40 тысяч. Но я думаю, их бы уже понесли. В плане разворотного формата здесь, в принципе, все хорошо. Давайте выйдем на дневочки. На дневочках мы с вами получаем вот у нас трендовое нисходящее. Здесь мы получили пробой. Потенциально мы с вами получаем подтверждение. Я думаю, что здесь отработается это подтверждение. И также будет все это дело в откуп уходить. Я еще раз повторяю, я не думаю, что наша цель это 30 тысяч и тому подобное. И я, честно говоря, не думаю, что данный выход является ложным. Но, как говорится, будем посмотреть. Здесь это тоже довольно важный момент. Но я думаю, основу моих соображений вы тут поняли. Честный и надежный проект, доказавший свою честность стабильной работы, это lexol.com. В данном проекте работают одни из лучших трейдеров крипторынка, что фиксирует отличную прибыль минимальными рисками. Часть от этой прибыли они отдают своим вкладчикам на стабильной и постоянной основе. Я лично проверил досконально данный проект и вот уже свыше месяца сделал на нем 3x в долларах и далее получаю дивиденды с данного проекта. Рекомендую ознакомиться с проектом, так как это, вправду, один из самых надежных и прибыльных способов заработать большие бабки на крипторынке. Ссылка на проект в описании под роликом. Что касается ситуации по реплу. Я в прошлом выпуске обозначал, что вероятнее всего в рамках вот такой вот информации мы с вами будем получать перекрытие. И перекрытие мы получили. Но все равно хотел бы обратить внимание, что здесь очень важен нюанс и момент с биткоином. Вообще ключевой уровень сейчас мы с вами ретестим. Это уровень 78 центов плюс-минус. Я думаю, локально будем отбиваться от него ниже. Но я еще раз повторяю, я не думаю, что мы здесь будем, давайте на 4 часа выйдем, я не думаю, что мы здесь будем уходить ниже вот этих вот уровней, ниже этого канала, ниже уровня 72 центов. Я думаю, мы с вами будем наблюдать здесь какой-то временный зависон. Поиграет на нервах, потянут время. Но то, что мы здесь будем сразу перекрываться вниз, да, такая формация есть. И такую формацию мы периодически наблюдаем. Но я думаю, в данной ситуации вероятность на этой ниже. Мы здесь получили вынос стопов, перекрытие движения, выход в канал выше, закрепление в канале выше. И сейчас тестим его просто нижнюю границу. Поэтому никакого тут криминала и паники, ну, по моим соображениям, быть не должно. Что касается ситуации по реплуту, ой, по эфириуму, совсем кратко. Хотел бы обозначить, что сейчас мы отрабатываем уровень глобальной поддержки 2750 долларов плюс-минус. Я думаю, локально стоит ожидать восходящее движение. Будем смотреть куда. Но я не думаю, что сейчас мы уходим на пробой, чтобы там не показывал биткоин. Ну, конечно, если он сейчас совсем только не польется. Но вообще уровень поддержки это довольно мощный, глобальный. Давайте на недельке выйдем. Увидим, что у нас здесь множество движений через этот уровень отрабатывало. Здесь в том числе. Поэтому сейчас мы действительно удерживаем довольно важный уровень. И я думаю, что этот уровень будет удержан. Что этот уровень удержим. И цель на коррекцию восходящую здесь, ну, где-то в районе 3. И, возможно, 3.150. Давайте так поставим. Первое сопротивление это 2.950. Второе сопротивление это 3.150. Я думаю, 2.950 здесь покажет. Причем, думаю, покажет к завтрашнему утру. Еще раз говорю, все зависит от биткоина, конечно. Но формация потенциально с большей вероятностью должна разыграться так, как я вам обозначаю. Что касается ситуации по долге коин. Ну, давайте начнем сразу с самого важного момента. Эти уровни мы с вами уже неоднократно, во-первых, видели, во-вторых, откупали. Действительно, здесь я уже откупался. Здесь все неплохо. Да, становится немножко стрёмно, что у нас здесь довольно ровная полка. И как бы могли бы вынести стопы. Но для этого как бы было вот это движение. Я думаю, что основу стопов здесь уже вынесли. Даже если здесь будут тестить нижнюю границу в районе 12 центов, глобально все равно сильно на актив это влиять не будет. Поэтому позицию я здесь держу. Ничего суперского не придумываю. Считаю, что минимальное движение среднесрочное-глобальное. Ну, не глобальное. Считаю, что минимальное среднесрочное движение – это район 21-22 центов. Потенциал 27-28. А глобалку, ну, это уже зависит и от новостей, и от того хайпа, который здесь будет раскручен. Я думаю, хайп здесь потенциальный есть, и Doggy Coin нам показывает это на протяжении очень долгих лет. А сейчас, особенно учитывая ситуацию, которую сейчас мы наблюдаем, что этот актив вообще вышел в топ, во-первых. Во-вторых, его постоянно портят. И в-третьих, здесь объем огромный. Вы обратите внимание, какой объем суточный. Это бешеный объем для такого актива. Это раньше Shitcoin был, Memcoin, созданный по приколу. А сейчас это, извините, Doggy Coin Foundation, Dodge Foundation. Вот, с бутерианом и с маском. Поэтому потенциал, конечно, у актива есть. И я, честно говоря, тут сильно не переживаю. Но, конечно, локально здесь могут быть нервяки. Хотел бы обратить внимание на Shiba Inu. Актив начинает показывать силу. Я вам обозначал это еще много выпусков назад. И сейчас мы эту формацию... Ну, обозначал, что такая формация должна произойти. И мы эту формацию потенциально получаем. То есть мы получили здесь перекрытие и удерживаем уровень поддержки. Друзья, работал бы я в лонг все-таки от пробития 3,5 тысяч. То есть это будет потенциально... Ну, как, это не потенциально. Это будет высоковероятная точка входа для абсолютного большинства лонгистов и формирования паники. Пока что все-таки стоит подождать, потому что еще никто не отменял формацию а-ля как риппл с перекрытием восходящего движения и потенциально ложным выходом. Все-таки не забывайте, вон раз мы с вами ложный выход наблюдали, здесь были попытки. Не будем исключать, что здесь могут показать что-то такое. Но если мы будем выходить потенциально в боковое движение, если мы тут будем переходить в фазу накопления, то шиба, в принципе, может быть, по моим предположениям, в следующей половине этого года она может быть, станет интересной и активом с хорошим соотношением риск-прибыль. Конечно, в текущей ситуации это лотерея. Подводя итоги, хотел бы обозначить, что да, сейчас мы пришли с вами к уровню 40 тысяч, я хочу обратить внимание, что его очень сильно откупают, но формация очень двоякая. Потому что, вроде, мы, с одной стороны, все время заходим под 40 тысяч, да, там идет, еще раз говорю, резкий откуп, но, в принципе, заход под 40, он уже провоцирует, во-первых, сброс стопов, во-вторых, формирование шорт-позиций. И потенциально здесь уже рисуются цели в районе 37. Но я бы все-таки пока что отталкивался бы от локального объема откупа, и я, честно говоря, думаю, что откуп здесь потенциально возможен, довольно неплохой, и я бы все-таки рассмотрел потенциальное удержание уровня 40 тысяч, и движение среднесрочное, я все-таки думаю, в район 44-42 тысяч. Ну, 42 как слабый уровень сопротивления, 44 как ключевой уровень сопротивления, я все-таки думаю, что сейчас у нас проносят стопы просто на более крупных таймфреймах. Еще раз напоминаю, не забывайте подписываться, лайкать, комментировать, это повод принять участие в розыгрыше на 150 долларов. Также в описании есть ссылка на мой бесплатный телеграм-канал, где я делюсь своими соображениями и сделками. И также в описании есть ссылка на мой канал с авторами других каналов, где мы общаемся, где у нас лайфстайл, называется «Криптокруги на полях», уже там тысяча подписчиков, а прошло буквально 2-3 дня. Актив огромный, актив нереальный, комьюнити классное, присоединяйтесь. Ну, а я вам, собственно, говорю, до следующего выпуска, всего вам самого наилучшего, работаем. Проект, где вашими средствами будут управлять опытные трейдеры, делясь с вами прибылью, это lexol.com, ссылка в описании под роликом.